Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон под названием Xiaomi Redmi Note 3 с приставочкой PRO. Это версия максимальная от производителя, топовый вариант. В данном случае у меня в руках версия на 3.32. Практически ничем внешне не отличается эта моделька от обычного Redmi Note 3. В данном обзоре я коротко разберу основные отличительные особенности, ну и в целом расскажу о своих впечатлениях от Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. Сразу же отличить, что это PRO-версия, можно вот тут сверху написано маркировка процессора. Это Snapdragon 650. У обычного написано здесь Helio X10. По комплекту ничего такого особенного здесь нет. Это зарядка, USB кабель, переходничок и все. Дополнительные аксессуары есть у нас, можно приобретать. Внешне смартфон полностью идентичен, никаких отличительных особенностей нет. Есть в продаже две версии. Данная модель выпускается в формате памяти 2.16 и 3.32, соответственно оперативная и встроенная память. По техническим характеристикам есть существенные отличия именно в PRO-версии. Начнем, покажем это все вам с Antutu. В Antutu данная модель набирает порядка 75 тысяч баллов. Обычный Xiaomi Redmi Note набирает порядка 40-45 тысяч баллов. Все дело в том, что в обычной версии Xiaomi Redmi Note установлен процессор Helio X10. Это обычный восьмиядерный МТКшник. Здесь установлен мощнейший шестиядерный Snapdragon 650, графический ускоритель Adreno 510, Full HD, 3 гига оперативки, 32 встроенных. Частота процессора максимальная до 1.8 ГГц. По производительности, по мощностному потенциалу эта модель, конечно, очень крутая. Уделывает средний сегмент в том сегменте, в котором она именно и продается всех своих конкурентов подчистую. Из отличий между Redmi Note 3 еще можно отнести вот такой вот момент. Здесь установлена 16-мегапиксельная камера с более улучшенной матрицей изображения, то есть качество фотографии и видео у нас здесь гораздо выше и лучше. Еще одним довольно-таки существенным отличием является вот этот вот лоток для сим-карт, который я вам сейчас покажу. Дело в том, что в обычном Xiaomi Redmi Note 3 был лоток, который поддерживал просто две сим-карты, две nano-симки. В данном случае у нас лоток комбинированный, мы можем поставить либо микросимку, либо симку nano, либо вместо второго слота карточку памяти. Это был такой основной момент в Redmi Note 3, именно потому в Redmi Note 3 версия 2.16, но она просто не котировалась, потому что память расширить было больше нельзя. Поэтому там 3.32 версия была в приоритете безусловно. Сейчас же слот у нас под карту памяти присутствует, поэтому какой-то такой особой привязки какую версию покупать 2.16 либо 3.32 уже нет. Карту памяти мы можем поставить и отлично ней пользоваться. Что еще можно сказать по этому поводу, по поводу этого смартфона? Я тестировал в нем аккумулятор. Аккумулятор здесь установлено точно такой же, как и в Redmi Note 3 без приставки Pro. Здесь 4000 мАч. Это указано у нас здесь. 4000-4050. Данная моделька на Snapdragon 650 чуть-чуть держит батарейку хуже. Redmi Note 3 обычный, показывал баллы, у меня 8200. Поэтому по аккумулятору с учетом практически вдвое больше мощного процессора, вот такой вот на 300 баллов результат меньше, это очень незначительно. Далее я тестировал GPS. Ну, GPS на Snapdragon особо можно не тестировать. Всегда ясно и понятно, что GPS просто супер быстрый, супер мощный. Спутники ловят очень быстро. Холодный старт, любой старт, все в этом смартфоне отлично. Присутствует Гонас, навигация, скриншот. Вот это вот основные отличия. По поводу камеры, в спецификации есть информация, что данная модель должна снимать в формате 4К. Если честно, я этого здесь не увидел. Максимальное качество это Full HD. Качество фотографий мне действительно понравились. И, как по мне, действительно, 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 качество лучше, чем в простом Xiaomi Redmi Note 3 без приставки Pro. Сканер отпечатков пальцев, все также работает просто шикарно. Никаких проблем нет. Как мы палец не прикладываем, все отлично разблокируется. Поэтому здесь нареканий никаких быть не может. Если честно, даже рассказать о каких-то недостатках в этом смартфоне я просто-напросто не могу. Однозначно, если позволяют средства, лучше приобретать версию Pro. Это более мощный процессор, это комбинированный лоток SIM-карты, это 16-мегапиксельная камера, которая на деле действительно лучшая. Ну и, в принципе, все. Особых других отличий никаких нет. Сейчас по ценам 2.16 версия Pro продается по цене Xiaomi Redmi Note 3 обычного на 3.32. Примерно в одной ценовой категории они. Ну а 3.32 долларов на 20 всего лишь дороже, нежели обычная версия данного смартфона. Полноценный обзор я делать не буду. Игры запускать не буду. Процессор просто шикарный, очень мощный. Поэтому каких-то дополнительных подтверждений своих слов я не вижу смысла. Процессор разрывает любую игру современную. Детальный обзор вы можете посмотреть по ссылочке на Xiaomi Redmi Note 3. Там все то же самое, кроме тех моментов, которые я только что перечислил. Ну и, в принципе, все. Есть в продаже Gray, есть Gold, есть Silver цвета, есть 2.16, есть 3.32 версия. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами, заходите к нам в интернет-магазин, подписывайтесь на YouTube-канал, заходите к нам в группу, в группу репостятся все данные видео новинок и так далее. Пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Всего доброго вам! Субтитры сделал DimaTorzok